Независимость Каждый израильтянец знает, какой ценой она им досталась и они каждый день, каждый год эту цену платят и они чётко понимают, что если они не будут ценить независимость, то у них её отберут и здесь мы стали сильнее, потому что за эти несколько лет мы действительно поняли, что у нас могут отобрать территорию и мы действительно поняли, что у нас могут отобрать независимость Еще раз, здесь мы стали сильнее. Что еще нас сделало сильнее? У нас все-таки начинают наконец-то уходить остатки очень опасных иллюзий. И одна из самых опасных иллюзий это была сказка про братские народы. Вопрос даже не в России, вопрос в том, что в геополитике нет такого понятия, как братские народы. Есть интересы, сегодня выгодно с этим идти, завтра выгодно идти с этим. И мы за эти несколько лет, я скажем так, этой иллюзией не страдал, но к сожалению у нас большая часть этой иллюзии страдала. И они увидели, что тот, кто называется братом, может прийти на твою землю, отбирать твое и убивать тебя. И вот это избавление от многих постсоветских иллюзий, это тоже сделало нас сильнее. И третье, я бы все-таки хотел сказать, на что я действительно надеюсь, это на наше новое поколение. Оно у нас очень хорошее. И вы знаете, с каждым годом их становится больше. Каждый год меняет баланс в пользу людей, которые родились в Украине, которые с рождения другой родины не знали. У нас у многих порвано сознание, они все не могли ответить на вопрос, я же вроде родился в Советском Союзе, а территориально в Украине, так кто я, так где я, я родился в другой стране. Эти люди родились в этой стране. И другой родины, я повторюсь, они не знают. И я уверен, что это поколение сможет построить ту Украину, о которой мы так долго мечтали. КОНЕЦ